Пляжный футбол Здесь есть чем гордиться И это уже подстегивает любого комментатора На то, чтобы работать в соответствии, что ли, с уровнем той игры, которую ты наблюдаешь Здесь не надо ничего выдумывать Здесь не надо доказывать, что на площадке какое-то левое действие происходит А ты его искусственно превращаешь в некий шедевр Здесь действительно шедевры на песке Поэтому здесь очень легко работать И все-таки, если абстрагироваться от того, что сборная России чемпион мира Это мы все уже знаем В сравнении с другими видами спорта В чем вы видите преимущество пляжного футбола? Вы знаете, наверное, в какой-то особой эстетике Потому что здесь, кроме того, что существуют некие условности этого вида спорта Присутствует вот то самое искусство Ради которого мы приходим болеть Ради которого мы приходим сопереживать Ну посмотрите, вот эти вот бисеклеты, допустим Ну это же красота необыкновенная И потрясающие совершенно сейвы вратарские И здесь из той комбинации, которая никогда бы не прошла Ни в мини-футболе, ни в большом футболе Люди умудряются извлекать Вот то, что действительно в средние века называлось шедевром То, что удавалось сделать единицам А если кто-то повторял, то это было уже, наверное, неким подтверждением Что-ли, вот класса, уровня, мастерства, там, целой школы Там вот есть, там, венецианская школа Там стекла, предположим, там, барабанские кружева Там вот есть пляжный футбол Вот есть его эстетика Есть красота, ради которой мы приходим и на трибуны И переживаем И вне зависимости, наверное, от того, кто исполняет Вот сейчас мы смотрим, какие голы сегодня Маджер забил Какой вчера забил красавец гол Алексей Макаров Какой Гиперидзе сегодня забил гол, который Он, по-моему, сам обалдел от того, что вот такой удар прошел А как сегодня играл Ипполитов А как сегодня играл Сидоренко Посмотрите, какие мячи он вытаскивал из-под перекладины И это, я знаю, что такое играть в футбол на пляже Мое детство прошло на берегах Черного моря И я знаю, что такое играть на пляже в футбол Вот, и это очень сложно Здесь совсем другие мышцы работают Здесь совсем другой взгляд на понимание игры И здесь совсем другой, если хотите, оценочный уровень действий Должен быть со стороны болельщиков К пляжному футболу нельзя относиться так, как, допустим, к тому же мини-футболу Или к обычному футболу Здесь должен быть искушенный болельщик Я почему возвращаюсь к тому, что наши лучшие на планете Идет процесс воспитания и болельщиков Знаете, тут не скажешь, куда ли пробил Не мог, потому что здесь такое количество бугров Такое количество, что мы называем огородом В Самаре или где-нибудь еще, когда выходят в футбол играть А там такие кочки Там это, понимаете, как бы нонсенс А здесь это норма И вот сыграть через эту норму Через трудности, через сложности И при этом создавать должную эстетику Вот в этом кайф просто пляжного футбола Чего, на ваш взгляд, не хватает пляжного футбола, чтобы наконец-то войти в семью олимпийскую Попасть в число видов спорта, включенных в программу летних олимпийских игр? Это вопрос, который можно было бы задать по поводу бенди Почему бенди не является олимпийским видом спорта? Но бенди все-таки там число стран, которые задействованы поменьше Я вам отвечу, потому что в бенди не играют американцы И в пляжный футбол не играют американцы А их позиции в международном олимпийском движении очень серьезные Вот когда пляжный волейбол пришел в Соединенные Штаты Точнее он там родился Он очень быстро вошел в олимпийскую семью Я думаю, что у пляжного футбола есть, конечно, гораздо больше перспектив Чем у бенди войти в олимпийскую семью Я не знаю, когда это произойдет, но уже, по-моему, назрело Уже давно назрело Как вы оцените медийную составляющую освещения Чемпионата России Того же и международных соревнований по пляжному футболу? Все-таки, на мой скромный взгляд, не хватает информации в тех же печатных изданиях И каких-то специальных передач, посвященных пляжному футболу? Не хватает, не хватает Вы что-нибудь о пляжном гандболе знаете? Совсем чуть-чуть, видел соревнования Ну, вот я могу сказать, что в пляжном гандболе мы выиграли все, что можно и все, что нельзя на этой планете И в то же время мы об этом виде спорта почти ничего не знаем Мне сложно судить, с чем связана вот такая, какая-то, такой куцая, что ли, отношение По освещению этого вида спорта Но, вот смотрите, я сегодня разговаривал с организаторами по этому вопросу Второй день идет Чемпионат страны Десятый, одиннадцатый тур Вы хоть один пресс-релиз видели? Я нет Ни одного пресс-релиза нет Я понимаю, что пока, знаете, отношение к пляжному футболу как к пасынку Да? Вот есть пресс-служба Российского футбольного союза Почему она не работает на пляжный футбол? Почему не найдется ни одного человека, который освещал бы вот эти соревнования И каждый день готовил бы для журналистов пресс-релиз Если мы хотим популяризировать этот вид спорта Нам надо очень четко понимать, что это процесс, который идет через журналистов А вот я пришел, допустим Ну хорошо, ладно, я человек такой, который там по два-три часа готовится к любому матчу И имеет весь набор информации, который необходим Но, вот пришел человек первый раз в жизни посмотреть Зашел в пресс-центр А можно посмотреть пресс-релиз, составы Ничего этого нет Мы, как бы это сказать правильно, чтобы никого не обидеть Мы в состоянии роста, что ли, еще Но мы пока еще не повзрослели вот в этом плане А это момент очень серьезный Очень серьезный И даже если мы с вами заходим на какие-то сайты, которые позиционируют себя, допустим Как наиболее объективные по освещению пляжного футбола В большинстве из них вы не увидите номеров у футболистов Фамилия есть, а номера нет А информация, допустим, о любом игроке, да Это как тайна за семью печатями Вот, да, вот он сыграл столько-то матчей в этом году Забил столько-то голов Кто он? Что он? Откуда он взялся? Ну, хорошо, ладно, мы знаем, что Анатолий Перемитин воспитывался в Новосибирске Дальше прошел непростой путь В прошлом году был в Кристалле Но, опять-таки, это для людей, которые следят за пляжным футболом И знают, что, предположим, многие игроки локомотива в свое время у Анатолия Коробочки играли Вопрос не в этом Вопрос в том, что это не должно быть, знаете, каким-то процессом вот такого копания Должны быть люди, которые эту информацию выкладывают для общего обозрения И вот я пришел в пресс-центр, я должен взять состав, я должен взять статистику Я должен посмотреть, кто сколько забил Как это принято, как это положено на крупнейших соревнованиях А здесь у нас получается, что успехи у нас во какие А вот то, что касается освещения, пока мы до этого не доросли Надо ломать эту дурную традицию, надо исправлять Да, абсолютно с вами согласен Добавлю немножко, что даже по сборной России информация такая четкая отсутствует И все-таки, чтобы на позитивной ноте закончить наш разговор Вы уже много матчей посмотрели Может быть, выделите какие-то команды, либо конкретно игроков Которые больше всего понравились вашей, даже скажу, болельческой душе Ну, знаете, мне безумно понравился вчера Перемитин Когда вошел и сразу такой дуплет исполнил Мне очень понравился молодой Сашнин, пятый номер локомотива Ну, я сейчас не говорю о иностранцах, да Ну, к Буру у меня вообще просто отношение как к полубогу, да И сегодняшний хет-трик это норма Я видел сегодня глаза Андре перед игрой И когда Дмитрий Струтинский попросил там ни слова не надо Вот о последнем эпизоде, когда он выходя там один на один Не попал в ворота Он так это переживал У него просто вселенское горе, вселенская беда была в глазах написана Я просто хочу сказать, что в нашем чемпионате очень большое количество выдающихся мастеров Собрано и это, естественно, делает наш чемпионат лучшим на планете Я хочу сказать, что еще плюс ко всему, да, в отличие от большого футбола Они приезжают сюда и выкладываются на 200% Они работают по полной программе Как вчера Датинья играл вместе с Жоржинью, да, за «Кристалл» Мне вчера безумно понравился Юрий Крашенинников Очень понравился, но это лидер Это харизматический лидер команды «Кристалл» Это не просто капитан, это вот что называется такой боец Это мужик самый натуральный Очень понравился сегодня Виталий Сидоренко Я давно его не видел в деле После, наверное, отборочного турнира на чемпионат мира Который проходил на поклонке Он тогда фактически обыграл сборную команду России Фактически он И, ну, не растерял за два года ничего Да, четыре мяча пропустил, но то, сколько он сегодня вытащил Я мог бы перечислять, называть большое количество игроков Вчера, какие умные передачи вчера отдавал Илья Леонов Но это вообще один из моих любимых футболистов Я всегда ему готов рукоплескать А то, что касается Егора Еремеева Ну, вот, знаете, я вчера хотел это сказать в эфир, да Но не то, чтобы не рискнул Хотя, наверное, можно было Вот я вспомнил, как играл Швайнштейгер в финале, да Когда его били по ногам беспощадно Когда морду раскровавили А он вышел и продолжал играть Вот Еремеев, это вот он вчера у меня такие же эмоции вызывал Да, два перелома, оказывается Да, сегодня узнали как раз Да, два перелома, но он, несмотря на это Да, хромал, вышел, все равно там на заморозке, на всем Да, проиграла команда Может быть, потому что Еремеева как раз и не хватило в последние минуты Еще раз повторю, я мог бы, наверное, очень многих назвать Но, в целом, очень высокий уровень вот этих игр, этих матчей Я удивлен, почему ЦСКА находится на последнем месте Тот футбол, который они продемонстрировали сегодня Да, 4-1 проиграли, но уровень мастерства игроков мало уступает ведущим Где-то, может быть, не хватает до настроя Где-то не хватает какого-то психологического ключика Который надо своевременно повернуть Есть такое определение, вы его знаете прекрасно Чемпионский характер, да, чемпионский дух Дух победителей Вот этого духа пока у них нет И посмотрите, как локомотив играет, да Они выходят, проигрывают один период А потом все равно спокойно доводят дело до конца Потому что у них вот этот дух победителей существует Я бы, конечно, желал нам всем, чтобы этот дух победителей Наших пляжников, футболистов наших Сохранился как можно дольше Чтобы мы имели возможность склонять перед ними головы Снимать шляпы И, если хотите, даже на колени встать Потому что они великолепные мастера Спасибо вам большое за интервью Будем надеяться, что после вашего экспертного мнения Еще больше болельщиков придет сюда, в Москву И мы таким образом хотя бы маленькую толику Внесем популяризацию пляжного футбола Спасибо, спасибо